Откуда брать силы в отношениях из любви к людям? Успешный человек означает сильно, но в социуме, значит в какой-то сфере сильно любит людей, сильно верит к людям. Успешный человек означает сильный контакт с людьми. Сильно любит людей, значит сильно возможно поменять ситуацию в своей жизни. С чем? Со своей семейной жизнью, со своей работой. Вот представьте, человек, который сильно любит людей, приходит устраиваться на работу. Сильная любовь к людям — это сила, понимаете, это сила. Сила во всех людях видна. Ее не надо показывать, не нужно диплом показывать о высшем образовании. Смотрите, я успешный человек, у меня диплом. Все смотрят не на диплом, а на человека. И если от человека исходит сила, он любит людей, он любит труд, допустим, мужчина особенно важный. Его возьмут на работу, попробовать хотя бы, но возьмут, потому что увидят, что от него исходит сила. Вот девушке, допустим, надо диплом, что она красивая или нет. От нее исходит сила, и все смотрят на девушку, а она красивая, и берут ее замуж. Примерно так же точно действует эта сила, когда человек приходит на работу устраиваться. Другой приходит, как бы, и смотрит, он такой весь, отшибленный такой. Вообще с людьми никак. Откуда это из космоса прилетел на работу устраиваться? И думают, нам такой этот космонавт не нужен вообще. Пускай летит дальше куда-нибудь. Понимаете? Когда у человека нет силы взаимодействовать с людьми, у него чувство собственного достоинства становится очень слабым. О нем чуть-чуть не то скажешь, и сразу бамс, он сам о себе начинает плохо думать. Это означает, что у человека не проработано чувство собственного достоинства. Нет опыта взаимодействия с людьми. Он неопытный, не тренировал себя в любви к людям, не контактирует с ними очень сильно. И поэтому он слаб в отношениях с людьми, и поэтому в социальном плане слаб. Есть только одна социальная сила у человека в этой жизни. Эта сила называется любовь к людям. Если ты любишь что-то делать для людей, то эта сила пробивает в тебе возможность, все возможности в этом мире. Все возможности. Я это заметил, когда я учился в институте, я еще не читал лекции. И там часто меня там преподаватели гасили. То есть я как-то был неуверен в себе в юности, потому что такая неблагоприятная семья неполучная была. И я какой-то был одиночка, как бы и в школе тоже так сам по себе был, не сильно общался с людьми. И поэтому, когда меня преподаватели видели, они меня всегда гасили. То есть они видели, что я такой слабый, неуверенный в себе, и всегда меня заваливали по экзаменам. Но когда я сдавал кандидатскую, это была уже другая ситуация. Я в это время уже 20 лет читал лекции, и был очень сильно, как бы, любил людей, общался с ними. Когда я вышел защищать диссертацию, то у меня был свой опыт, как со мной преподаватели себя ведут. Они меня обычно валили. А тут они совсем по-другому начали со мной себя вести, хотя они не слушали моих лекций. Они просто увидели во мне человека, который, как бы, соответствует тому, что он делает. Понимаете? То есть они увидели соответствие, и они об этом начали говорить. То есть они почувствовали человека, который имеет опыт, понимаете, взаимодействия с людьми. Ну, то есть это никуда не деть, понимаете? Если у человека есть такая сила, она никуда не денется, и это даёт успех в жизни. Хотя я ни по природе не учёный, я там не сижу в этих научных исследованиях целыми днями. Я практик. Но, тем не менее, как бы меня, поединогласно, приняли диссертацию. Почему? Потому что они почувствовали силу. Понимаете, о чём я говорю? И самая главная сила — это изучение, кто такой Бог. То есть нужно с Ним учиться взаимодействовать. Не надо бояться, там, допустим, каких-то сарафанах здесь люди, там, в простынях мужики ходят. «Чё за ерунда такая? Пошли в храм посмотрели, чё за вера? Пошли там в католический посмотрели, пошли в буддийский посмотрели. Не надо бояться там, где люди взаимодействуют с Богом. Это страшно, с одной стороны, потому что это другая следа, там есть какой-то барьер. Но человек не должен бояться, потому что он должен изучать, кто такой Бог. И если человек изучает, кто такой Бог, у него появляется сила во взаимодействии с Ним. Эта сила называется верой. И вот эта сила взаимодействия с Богом, она все препятствия судьбы разрушает. Точно так же, как слон разрушает забор, когда он взбесился. Он его не замечает просто, он бежит, как будто нет забора, и забор... Понимаете? Так и человек, который как бы верит в Бога, вроде у всех есть препятствия, у него нет препятствий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...